Сань, двадцатая неделя кроссфита. Почему? А двадцатая, да? Ну, получается, да. Брат, я теперь все просто объясню. Я попробовал много видов спорта, я имею ввиду физических подготовок, тяжелую атлетику, ну, разные, абсолютно разные. И единственное, что действительно прет меня физически, а то, что мне нравится, мне реально иногда бывает капец прям как туманно в голове, но мне это нравится, и я чувствую себя великолепно вот из-за этого. Я думаю, что это не только кроссфит, это еще майста, потому что подход к нам как бы нужен, мы парни своеобразные, так вот у него великолепный подход, мне нравится с ним трудиться. Но ты же по факту пока ни к чему не готовишься. Брат, почему не готовлюсь? Готовлюсь, готовлюсь к своему поединку, который скоро будет. Ну, а почему нет? Я чувствую себя великолепно, я держу себя в хороших кондициях. И как только будет понимание даты боя и кто это будет, мы просто переключаемся на свою работу, конкретно бокса и под бокс. Но, тем не менее, то, что мы сейчас делаем уже там 20 или 21 неделю кроссфита, мы этот бокс тоже включаем, мы его делаем. А тут мы просто переключимся под бокс, возьмем недельку отдыха и переключимся на бокс. Все. Ну, просто 20 недель пребывать, это 5 тренировок в неделю пребывать. Ну, я не знаю, как правильно, это не пикфор, но можно же в лагерь зайти уже, ну, так бы под уставшим, это 3 месяца, 4 месяца. Не, не слышал. Цель – разлить его отстающее качество, добавить мышечной массы, потому что он все-таки супер тяж, это уже не крузовый. При том, что мы набираем мышечную массу, мы еще и должны догонять скорость. Скорее всего, это функциональный тренинг по методологии кроссфит, который ложится строго под трафарет правил бокса. Так, скажем. А ты сказал, отстающие качества, какие у Саши отстающие? Ну, все же говорят, у него нет мощности удара, мы знаем, что у него есть сила удара и мощность удара, но он это не использует. Не использует по ряду причин, и мы эти причины умножаем на ноль потихоньку. Это какие упражнения? Ну, это первый вопрос будет. Это больше не упражнение, это интенсивность, это количество повторений, где мы заходим за определенный рубеж его максимальной усталости, в которой он находится и не верит в себя. Вот и все. Было много вопросов после того, как ты поработал с Сашей перед поединком с Дасиевым, потом Бэйлием, потом ты пропал. Ну, ты знаешь, я нюхаю себя до сих пор, вроде не пропал. Не пропал, это еще свежий. Да, да, все хорошо. То есть, ну, объясни всем, не было никаких слов? Не было просто друссвизи и ОПП? Нет, я же говорю, у нас дружеские отношения, у нас не было никаких контрактов, у нас все через рукопожатие, все по понятийному. Саша меня пригласил два раза в лагерь, мы отработали. Далее, ну, не было нужды на их профессиональных качествах. И, скажем так, да и без меня справился хорошо в тех поединках, в которых нужно было. Нужен ли я был со своими адскими нагрузками, тренировками в том процессе подготовки к тем соперникам, которые, скажем, так не топовым? Когда Саша только входил на ивейд. Да, абсолютно. Чем тебя удивил Кусик за эти 20 недель? Меня много чем удивило. Слушай, ну, обратим на его форму чисто визуально. Ну, он машинный сейчас. За такое короткое время, так быстро, в таком возрасте набирать форму, для меня это нонсенс. Причем у нас нет определенной цели, определенной тренировки на что-то одно конкретное. То есть мы все берем в винегретном стиле. Мы пытаемся одновременно развивать большой объем качеств физически. То есть за такое короткое время Саша сейчас набрал таких оборотов, ну, для меня это, конечно, это очень странно. Как строить тренировочный, ну, это лагерь, я не знаю, ну, 20 недель это немало, это не два месяца. Ну, я тебе скажу, атлет его уровня должен был всю эту нагрузку проходить и ранее. У него, скажем так, в определенных узких отраслях была хорошая подготовленность. Мы знаем, как он бегает. В марафоны бегал парень со своим весом. Мы знаем о его дисциплине. Мы знаем о том количестве раундов, проведенных в ринге, где-то не совсем не 12, а всегда больше. И вот эту всю прыть, вот это все желание, оно, конечно, пропадает, потому что изо дня в день рутина одно и то же. А представь себе, мы сейчас вот это все взяли и убрали в сторону. И дали ему что-то новое. В новой связке, в новой последовательности. В новом зале Саше же нужна вот эта подпитка энергии и люди в том числе. Саша любит людей. Когда он тренируется один в закрытом зале, это совершенно другая тема. А здесь, когда все его любят, все с ним общаются, все его рады видеть. Точно так же и он приходит с великолепным настроением. У нас ни разу не было плохого настроения на тренировках. Что ты знаешь про бой Джошуа Фьюри? В этой паре тебя интересует Джошуа. Я знаю, что, ну, то есть ты обязательный прецедент, но остаешься, как все зрители перед интернетом. Боссы! Боссы этого всего, естественно, хотят сделать мегабой. Все остальные, можно сказать, пассажиры, такие как я и все остальные, просто наблюдают за этим. И ждут, и ждут чего-то. Я думаю, что нам просто всем, я не говорю там конкретно какой-то промоутер или еще кто-то, нам конкретно, то есть моей всей команде, нужно просто боксировать, не ждать, что кто-то отбоксирует и все остальное. То есть, когда вся темагогия, которая происходит в ринге, это просто пустословие. То есть, это не ты вцепился в то, что ты обязательный прецедент и не приводишь бои, то это вот как Джошуа. По закону ты уже год или сколько, или два, наверное. Слушай, не то, что я вцепился, почему, что значит я вцепился или не вцепился. Я просто хочу, чтобы было так, как, не я же себя поставил на первое место, чтобы вцепился в возможности, и из-за этого не проводишь другие. Покажите мне любого другого парня, у которого была бы такая возможность, и он просто бы ее отдал. Вот, будучи, ты знаешь, вот я тебе скажу по себе, вот как гражданин Украины, у меня это гораздо сложнее, потому что они думают, что мы где-то там далеко, странно от третьего мира. И там между собой что-то крутят и все остальное. Давайте боксировать, покажите, что вы сильнее. Я здесь, я с любым из них буду боксировать, хоть сегодня, вечером. Все, Джошуа, Фьюри, все, Джойс, Мойс, дайте мне, пожалуйста, конкретную, я не просто хочу просто боксировать. Слушайте, а если я стою на первом месте WBO, то пожалуйста, дайте хоть какой-то, не знаю, дайте Джошуа суперчемпионов WBO, а мне дайте регулярный пояс, и все. Ну, можно, такое же может быть, но все. Понятно, я тоже хочу увидеть этот поединок, который они делают. Это абсолют, это эра, это офигеть. И я хочу увидеть, и я не хочу быть точкой стопа какого-то, я реально сам хочу увидеть этот бой. Но давайте другим ребятам дадим возможность просто не ждать, и не вот это, быть каким-то там вечным претендентом. Мы делаем пояса известными, а не поясанов делают известными. Мы боксируем. Организации хотят, чтобы мы за них боксировали. Что с поединком Джойса? С Джойсом. Потому что вроде бы вы уже чуть ли не подписывались. Но чуть ли не подписывались, вот прям нет. Их не устраивает разделение гонорара. Команда Джойса не устраивает разделение гонорара. Они подали какую-то апелляцию, и сейчас должно что-то они там вот должны. Мелочный сейчас бокс напоминает вот нашу политику. Ну а что, ну чисто я пусто знал, сколько-то все ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Давайте побиться, давайте поддеремся, да и все, побоксируем. Буквально несколько дней назад новость. Ты, титул IBF, Филиппо Кругович, причем ты... Вообще неинтересно, я не собираюсь боксировать за каких-то претендентов. Вот вообще неинтересно. Ну серьезно. А боксировать за позицию... Ты только что сказал, я готов драться со всеми. Послушай, я готов драться боксировать со всеми, но это не... Смотри, меня опять поставят в какую-то позицию того, что вот давайте побоксируйте за претендентом. Еще раз. Я уже два раза боксировал за претендентом. То есть еще раз за претендентом боксировать. У тебя предполагается лето? Рабочее или пляжно-влажный режим? Уф-уф! А уф! Я думал, что у меня будет рабочее лето. Как и всегда. Единственное лето за 7 лет... Сколько я профессионал? 7 или 8? С 13-го года. 8-й, 8-й год, да. Одно лето я только отдыхал. Все остальные... Просто каждая неделя тренировок вот тут, по ФП, да? На пару недель дальше и дальше боя. Ты знаешь, как я расцениваю то, что мы сейчас происходим? Просто Всевышний дает мне возможность реально подготовиться. Вот набрать височек и перегнать его в хорошую массу, чтобы хорошенько потрудиться. Саша часто в последнее время выкладывает, как у него меняется виз, как он растет. Я знаю, что ты из тех людей, которым это не нравится. Ну, для быстрого набора веса способствовать важны какие-то факторы. Я так ему задаю вопрос. Саня, ты, может, сало много кушаешь, колбаски? Нет. Все нормально. Это исключительно твои тренировки. Но я так свой журнал проворачиваю страницы в обратную сторону. Ну, действительно, мы последний месяц даем совершенно другие веса. Мы работаем над физической силой. Ты же прекрасно понимаешь, что сила без увеличения поперечного сечения мышцы не растет. То есть, чем больше мышца, тем больше силы. Это понятно. Мы говорим о конкретно силе, а не о выносливости и так далее. Поэтому, скорее всего, вот эти тренировки, а это 5-6 раз в неделю, ты же понимаешь, да, как мы тренируемся. Ты сам в этом участке. Могли повлиять. Абсолютно точно могу сказать. Могли повлиять. Тем более, ему есть куда растить. Он же высотный. Длинные конечности. Это не то, что лишнее. И оно не лишнее. Посмотри, как мы сегодня проработали карбиотренировку. Убег, рывки, гантели, работа в грибном тренинге. Сумасшедший человек. Ему есть куда расти и добавлять вес. Что такое быть с тренером Александра Усика? Это большая ответственность. Безусловно. Потому что ты работаешь с материалом, который никогда в жизни не сделает меньше, чем ты его попознешь. А даже больше. Ты говоришь 10, а он делает 11. Это зараза, понимаешь? Я уже специально где-то говорю меньше, для того, чтобы он сделал столько, сколько мне нужно. Вот работать с Сашей, это значит не пережать его. Потому что он не останавливается. Пробой Васи. Вася уже в Америке. Да. Он уже выкладывает фотки со стейками. Он начал подготовку. Что ты думаешь об этом возвращении на катание? Насколько это сложно возвращаться после травмы? Вторая травма на одном и том же плече. Тут много вопросов психологии, да? Да, что вот, и просто постоянно Вася будет опасаться за плечом. Слушай, соперник серьезный. Мы не дали левого черта. Я, как у Васи, всегда серьезный соперник. У меня ни единого левого типа не было. Я имею в виду, для возвращения можно было бы выбрать средний очка. Послушай, Василий Анатольевич, ну, очень топовый спортсмен. И он продолжает быть в топе, несмотря на оправление. Но так бывает. Но все зависит от того, как будет себя вести тело. Психологически это очень устойчивый и сосредоточенный молодой человек. Я его очень много лет знаю. Я видел, ну, все, всю его работу, которую он делает. Психологически, я думаю, что он очень мощный. Причем, что рядом есть Анатолий Николаевич, еще мощнее. И много уважаемый мой и большой аудитория Андрей Борисович, который в этом помогает и ему, и мне быть устойчивым психологически. Так что, я думаю, все зависит от того, как будет себя вести тело, от нагрузки. А подготовиться он уже тоже долго. Посмотрим. Это безумно трудолюбивый человек, который отдает всего себя этому замечательному виду спорта и жизни. Сань, давай пофантазируем. Ты назвал действительно очень сильных людей. Если следующий бой в Джошуа, возможно ли, что ты опять соберешь вокруг себя Dream Team? Я думаю, что возможно, потому что мы беседуем постоянно о подготовке, о каких-то возможностях. И я думаю, что эти мощные ребята, на то, что они даже будут и заняты, они мне помогут в очередной раз. Саня, где мы идем? За поясом?